Уважаемые друзья, давайте все вместе поддержим наших коллег, депутатов Парла, депутатов Народного Собрания и клиентов Несовного Комитета, который сегодня защищает интересы к науке. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, давайте все вместе поддержим коллег, которые приехали из Гагаузии, которые отстаивают интересы Гагаузии в суде. Это члены исполнительного комитета и депутаты Народного Собрания. Молдова! 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 Дорогие друзья, сегодня, к сожалению, мы наблюдаем, знаете как, не хочу хамить и грубить, наблюдаем за тем, как некоторые силы пытаются спровоцировать наш гагаузский народ. Но хочется к ним обратиться и сказать, мы не пришли сегодня сюда с войной, мы не пришли сегодня сюда с угрозами, мы сегодня пришли сюда с миром, мы сегодня пришли сюда в поддержку конституционных судей, на которых оказывается давление. Поэтому, дорогие друзья, не поддаемся на провокации, не обращаем внимания на провокаторов, которые хотят нас провоцировать и выдать гагаузию опять же, в черном цвете, в сером цвете. И мы говорим до свидания, окольцовым судьям, выражая свою поддержку и, конечно, призываем их, чтобы они приняли справедливое, а самое главное, законное решение по отношению к гагаузской автономии. Дорогие друзья, разрешите, с вашего позволения, предоставить слово советнику башка на гагаузию Михаилу Леониду. Домой, Хаиросу, Бумазио, приветствую всех. Смотрите сюда, друзья, хочу сразу попросить. Ребята, гагаузы, которые приехали, оставьте эти факи в маке, алло, алло, гагауза, сейс-лимбри, оставьте вот это, не смотрите на провокаторов. Я... Я, нет, 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 нет. Чудж-клар, эй, эй, чудж-клар, сейс-лимбри, брайан он нарырод, чудж-клар, кто приехал сегодня сюда? Уважаемые друзья, мы хотим показать, что мы приехали с миром. Гагаузия – это мирный, миролюбивый народ. На протяжении веков мы дружно жили с братским молдавским народом. У нас смешанные семьи. Мы всегда уважали молдавскую культуру. И мы знаем, что, как Виктор Николаевич сказал, и Николай Горлапович, и Александр Антонович, и Александр Дмитриевич, что у нас нет проблем с молдавским народом. И последние соревнования, которые проходили в Бухаресте, показали, что между молдаванами, гагаузами, русскими, украинцами, болгарами, кто проживает на этой территории, нет никаких проблем. Проблема в голове только у Санту. Проблема в голове только у Гроссу. Проблема в голове только у Ричану. И у партии ПАС, которая стала некой сектой. Кто не с нами, тот против нас. Это полный беспредел. Они полностью подчинили всю власть и узурпировали. Когда-то совсем недавно они маршировали, митинговали и говорили о какой-то демократии. Спали в палатках и просили, чтобы власть услышала народ. Они буквально вчера сами митинговали. И когда они пришли во власть, они сказали, что они не будут разделять людей. Но первые, кто начали разделять, и вы смотрите туда. Я хочу, чтобы и пресса показала. Обязательно полицейские, друзья. Вы обратите внимание. У нас только молдавские флаги. А здесь ребята приехали с флагами соседней страны. Здесь ребята приехали с румынскими флагами. И кричат унирия, унирия. Румыния, Румыния. Так кто сепаратист? Мы или они? Они. Поэтому, уважаемые друзья, я всех искренне благодарю, прошу. Я хочу сказать полицейским, что сегодня у нас здесь молодые ребята, которые в качестве дружины тоже будут смотреть и охранять порядок. И Николай Горлапович правильно сказал, что мы не позволим, чтобы наших сестер, чтобы наших матерей кто-то обижал. Какие-то негодяи, которые пришли и говорят, что нам надо убираться на какую-то землю. Я хочу сказать, что бюджетская земля и молдавская земля принадлежит нам всем, кто здесь живет. У нас похоронены здесь наши родители, наши бабушки и дедушки. Нам некуда ехать, это наша земля. И мы будем отстаивать и защищать. Я хочу прочитать несколько лозунгов, которые сегодня очень актуальны. Гагаузия сильна в единстве. Требуем уважения к гагаузскому статусу. Здесь был лозунг, что мы так не договаривались в 1994 году. На самом деле я хочу вот сегодня Папушой и все вот эти ребята, которые закончили соседнее государство и видят и ломают страну, хотят объединить с Румынией. Они даже не знают, каким трудом молдавскому народу, молдавским политикам было сложно договориться с гагаузским народом. И мы нашли этот договор в 1994 году в виде автономии. Но, к великому сожалению, сегодняшние власти, они полностью проигнорировали статус гагаузской автономии. Они проигнорировали наши полномочия. И дошли до красной черты, когда забрали у гагаузов более 200 миллионов лей. И наши дети в школах и в садиках могут остаться без еды. И в отопительный сезон без поддержки наши пенсионеры. Они каждый год обманывают, не додают нам по несколько миллиардов лей. Мы, жители Молдовы, недополучаем по 3 миллиарда ежегодно. Мы с ними спорим, но они уже зашли в наш карман. То есть, не давая наши крупные деньги, они уже зашли и забирают с нашего бюджета. Друзья, давайте объединимся. Я обращаюсь к жителям Республики Молдова. Уважаемые жители Республики Молдова, мы ваши друзья, мы ваши братья. Мы пришли сюда сегодня разбудить страну. Сказать, что сегодня Кайсонный суд должен поставить точку. Есть в Молдове тот закон. Он не гагаузский закон. Я хочу всем напомнить этот закон Республики Молдова, где Республика Молдова обязалась быть гарантом закона об особом правом статусе. И мы, жители Гагаузии, согласились по этому закону жить в одной семье. Поэтому вот эти провокаторы, которые будут с каждым днем обижать, унижать гагаузский народ, и власти, и полицейские на это не будут реагировать. Николай Харам сказал, я полностью поддерживаю. Мы сами в силах себя защитить. И если надо, на эту площадь придет и 110 человек, и именно жители Гагаузии придут. И разбудят всю страну и скажут, жёст мая санду. Мы требуем после такого, что происходит с жителями Гагаузии. Они показали Приднестровскому народу, что их здесь никто не ждёт. Когда они таможенный кодекс объявили и забрали у Приднестровья 30-40 миллионов долларов, пошли по пути, когда у нас забрали в налоговом кодексе более 200 миллионов, они показали, что им жители страны вообще не нужны. У них своя повестка, они идут. Поэтому мы требуем отставку президента, отставку правительства и отставку парламента. Пусть придут новые люди, пусть придут государственники и пусть объединят всю страну. О стране хочу сказать. Уважаемые молдаване, братья, все, начиная с бричан, заканчивая Гагула, просыпайтесь, пожалуйста, вставайте на свою защиту, как гагаузский народ встал за свою защиту. Нас никто не защитит, не приедут соседи нас защищать, пока мы не сами не встанем и не выгоним эту хунту. Жос мая санду! Жос мая санду! Жос мая санду!